С ростом технологий и упрощением их использования, некогда сложнейшие техники работы становятся удобными и доступными. Так происходит и в цифровых живописи, и в 3D-графике. И сейчас граница между 2D-графикой и 3D-артами сильно размыты. Ещё много лет назад 3D-модели стали использовать в качестве болванок и подмалёвков для художников, чтобы ускорить процесс создания арта и сделать его более правильным. Ведь просчитать светотень и перспективу в 3D можно за секунды, и оно будет физически корректным и правильным. В моём пайплайне процесс создания арта делится на множество маленьких этапов, но есть два основных. Создание 3D-сцены и её обрисовка. Но всё это после минутки рекламы. В индустрии сейчас очень ценится оригинальное мышление, но это не какой-то сверхъестественный дар, а навык, которому можно научиться. X-WayZ School запускает продвинутый курс по концепт-арту. Преподаватель Дмитрий Клюшкин. Концепт-художник, работавший с такими компаниями, как Saber Interactive, NetEase и Ubisoft. Он умеет придумывать крутые идеи и воплощать их в жизнь, а главное, знает, как этому научить. На курсе тебя обучат мышлению и техникам, которые позволят искать интересные идеи внутри себя и воплощать их в концепт. Чтобы успешно пройти курс, желательно обладать хотя бы небольшим опытом работы в Photoshop, но можешь использовать те программы, которые удобны лично тебе. Если к моменту начала курса ты рисовал при помощи графического планшета около года, ты точно справишься. На каждом уроке ты будешь рисовать новые концепты, и к концу курса у тебя будет 17 самых разных работ в портфолио. А если будешь складываться, то научишься создавать оригинальный дизайн и поднимать его. Значительно улучшишь навыки рисования и обретешь свой почерк. Это повысит шанс того, что на тебя обращат внимание заказчики и работодатели. Студенты XYZ School устраиваются в Spirosoft, Saver, My.com, Digital Forms и другие студии. Курс стартует каждый месяц и длится полгода. Актуальные цены смотрите по ссылке в описании. Но при оплате до 24 октября у школы действует скидка 25% на все курсы. Успехов! В зависимости от стиля, эти этапы могут занимать разное количество времени. Например, 90% арта проработано в 3D модели, а лишь 10% состоит в обрисовке. Кстати, модель на экране создается и как раз для этого. Но ведь здесь отношение примерно 80-20, а вот арт с отношением 90-10 будет показан в конце этого видео. Но такой вариант подойдет для тех, кто уже свободно чувствует себя в 3D и особенно в скульптинге. И как правило, многие художники, только-только познакомившись в 3D, будут делать очень простые балланки, которые впоследствии будут очень сильно обрисовывать. Например, вот очень простой арт по Among Us с обрисовкой, который я сделал чуть больше, чем за вечер. Модель очень простая, хоть уже и имеет некоторые средние детали, основную ценность несет за счет своих крупных форм, которые достаточно округлые и гладкие, чтобы рисовать их от руки. Эту простую модельку я запихнул в кейшот, но по сути можно было сделать рендеры в ZBrush или в любом другом 3D редакторе, однако это заняло бы немного больше времени и в кейшоте просто-напросто удобнее. И наконец, процесс покраски в Paint Tool Sai. Рисовать в нем мне нравится больше, чем в фотошопе, хоть он и больше подходит для этих задач с обрисовкой. Но вернемся к нашему камни-рогу. При создании арты персонажа польза такого подхода может быть не сильно заметна и ощутима, но создавая полноценное окружение на фоне или подключая сложные композиции и игру света, становится очевидно, что 3D не слабо так выручает, а помимо прочего еще и хорошенько экономит время. Но даже несмотря на все это и в 3D можно быстро изменить концепцию или внести серьезные изменения, чтобы попробовать разные варианты. В 2D с этим сложнее и, как вы уже поняли, намного дольше. В общем, чем больше работы я сделаю в 3D, тем меньше мне останется делать в 2D. Стили могут быть совершенно разными, от казуально мармеладных до гиперреалистичных. И лично для себя я решил, что если я хочу сделать реалистичный арт, то основную работу я проделаю как раз таки в 3D, а если что-то мультяшное и казуальное, то наоборот в 2D. От этого также зависит и степень проработки модели, наличие вне мелких деталей. Для мультяшного казуального стиля, как правило, достаточно лишь общих форм, даже без полировки. Это могут быть обычные примитивы, порой даже без сглаживания, или же более сложные гладкие формы, но без какой-либо детализации. Все зависит от того, что именно вы хотите получить от 3D модели. Если только просчитанное освещение и перспективу, то вам хватит самых минимальных знаний в 3D и простых примитивов. Но мне все же проще слепить большую часть зиброши и не трястись потом за перспективу или поплывшее освещение. Да и просто, как по мне, то это гораздо быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот мы уже плавненько подошли к тому, что бюст монстра слеплен и готов к рендеру. Я не буду рассказывать про техническую часть в этом видео, так как это долго и нудно, но при этом сам процесс достаточно прост. Расположить модель в удачном ракурсе и грамотно расставить источники света. После этого я фиксирую виртуальную камеру в программе и создаю множество рендеров с одного и того же ракурса, но с разными материалами, чтобы позже сделать из них склейку. Подобный способ часто используют в автомобильной фотографии, только вместо смены материалов меняют расположение источников света. К слову, здесь это тоже используется, например, чтобы посвятить только определенный участок лица и подчеркнуть жесткие грани, но при этом исключить влияние света на ненужные мне участки. Далее я засовываю все эти рендеры в фотошоп и начинается магия. Маскируя определенные участки на каждом из слоев рендера, я добавляю нужную мне информацию на персонажа. С какого-то рендера я вытащил блики и немного влажные блестящие участки, с какого-то каменной поверхности или металл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но даже если просто накинуть материалы и цвета, зачастую этого недостаточно. Арт все равно будет выглядеть неживым и фейковым, поэтому я всегда немного, но подрисую. Обычно это мелкие детали, вроде вен, слюней, волосков, мелких складок или пор кожи. Более крупные элементы я стараюсь вообще не трогать, или хотя бы особо их не изменять мазкам, так как каравота будет становиться больше похожа на рисунок, чего мне не хотелось бы. А вот когда все готово, я добавляю финальный штрих, постобработку. Она включает в себя усиление контраста, корректировку цветового баланса и повышение резкости в определенных местах. После всех этих манипуляций, работа наконец будет выглядеть законченной. По такому же принципу был сделан и этот арт, тот самый с отношением 90-10. Так как это финальная модель персонажа, подготовленная к ретопологии и прочим этапам для экспорта движок, то мне особо не пришлось ничего подрисовывать. Лишь добавить свет и материалы. Что ж, надеюсь видео было для вас интересным и полезным. Если да, то обязательно поддержите видео лайком и комментарием. С вами как всегда был Артаваски, пока!